Субтитры сделал DimaTorzok Пока моя овсянка запаривается, поболтаем на кухне, я кое-что вам покажу. Недавно одна моя зрительница спросила, Оль, что бы ты сейчас изменила в вашем доме с точки зрения практичности, какого-то удобства и всего остального? Ничего, я снимала такие видео и о кухне подробно, и вообще о доме, о уюте год тому назад где-то, и до сих пор все актуально. Поэтому, если вы еще не смотрели, то я оставлю вам ссылки внизу, это одни из самых популярных видео на моем канале, чему я была очень сильно удивлена. Я как-то случайно проверила, я редко это делаю, и вот такой интересный факт. Вот, помните, я показывала вам вот эту подставочку под горячее, она мне так дорога, что я пока что ее редко пользуюсь, но я обязательно начну. Вообще, это один из моих самых любимых уголков в кухне, хотя он такой маленький, тут спрятаны две розетки, поэтому ко всему есть доступ. Я не знаю почему, но очень часто я готовлю именно здесь. А теперь давайте рассмотрим мои обновочки для дома. Пришло время обновить всевозможные лопатки, и в этот раз я взяла силиконовые. И вот теперь думаю, насколько практичным будет использование таких светлых, не будут ли они окрашиваться. Но эта умная мысль посетила мою светлую голову только сейчас. Вообще, все деревянные досочки и такого плана ложки, и лопатки нужно обновлять довольно часто, потому что здесь собираются бактерии, как мне кажется. И я не думаю, что здесь такая обработка, которая выдержит несколько лет. Так что взяла вот такие три самые ходовые ложку. Вот эту штуку для смешивания всего, для теста очень удобно. Мы регулярно делаем всякие сырники, запеканки. И вот это, как видите, самая обычная лопатка. Выглядят красиво, но как они будут служить, я пока что не могу сказать. У меня когда-то были темно-серые, и вот с ними было все хорошо. Куда они делись, я не помню, потому что это было лет 7 тому назад. Взяла очередное вот такое полотенечко. Все мои покупки я совершила в Пепку. Но на Алиэкспресс есть во всевозможных расцветках, размерах и прихватке. Можно комплектами все собрать. Я уже там кое-что присмотрела для себя. Могу поделиться с вами ссылками. Именно хлопковые такие вещи. И я просто часто раскладываю вот эти полотенца на стол в качестве мини-скатерти. Это смотрится очень красиво, как-то так опрятно. Но есть и такие полотенечки, которые просто висят здесь и украшают пространство. Мы ими не пользуемся, потому что мне жалко. И они не самые дешевые. А так я покупаю что-то более доступное в Икеа или в других магазинах. Кроме этого, я взяла вот такую форму, которой не должно все приставать. И я хотела бы попробовать сделать банановый хлеб или банановый пирог. Короче, у меня не было такой формы. Она очень симпатичная. У меня очень-очень мало форм для выпечки. Поэтому, как только вижу что-то более-менее, то покупаю. И еще две подставки под горячее. Даже если у меня есть вот это и обычное, которое служит годами из Икеи, я стараюсь следить за порядком в кухне. И если по-честному, то кухня это то место, где у нас прям идеальный порядок. Но я не могу сказать, что в остальных комнатах так. Вы же этого не видите, но здесь у меня более-менее всегда все чисто и на своем месте. Вот в кухне я провожу много времени, и здесь меня это напрягало бы. И взяла вот такие две подставочки под горячее. Они симпатичные. Я что-то там фотографирую также для Инстаграма. Они мне пригодятся. Но вы видите часто в сторис и во влогах, что когда мы устраиваем гриль, то у нас довольно много всего горячего. И когда ставишь ты на стол, то есть риск испортить стол. Поэтому я купила вот такие штуки. Они стоили, по-моему, 2 доллара или меньше. И с пробкового дерева, конечно, они не самые стойкие. Но мы тоже не каждый день делаем пир на весь мир. А вот эта бутылочка очень классная. За 2 евро я купила ее... 2 евро. Евро, да. Купила ее на Алиэкспресс. Она ко мне ехала где-то дней 20, может, чуть дольше. Я уже о ней забыла. Приехала очень симпатичная, стильная. И если покупать такую же с мылом в магазине, то стоит она 10 баксов. Так что... Или 10 евро. Так что вот такая экономия. И сюда я залью самое обычное мыло. Буду наполнять. Очень красиво выглядит. И они есть разные. В разных расцветках. Разной формы. С разными этикетками. Я выбрала самую нейтральную. Так как у нас испортился дозатор для мыла в одной из ванных комнат. И вот теперь обновлю. Еще покажу вам две обновочки из Алиэкспресс. Я, наверное, не стану снимать отдельное видео на эту тему. Короче, меня немножко начало раздражать то, что у меня вечно грязные руки от тонального крема, от консилера, от каких-то текстур, которые я выдавливаю себе на руку, когда кражусь. И я нашла вот такую интересную палитру. Это не натуральный камень. Это пластик. И они есть в разных цветах. Я думала, что форма будет более неровной. Но это тоже такая ничего. Красивый, наверное, кварцевый цвет. Я сейчас что-то как выдам. Я в камнях не сильна, но выглядит очень интересно. Можно использовать как подставку под чашку, как подставку под бижутерию, под какие-то колечки. Очень красиво и симпатично смотрится. А вот это, девчонки, это такие серьги за копейки. Я вам серьезно говорю, что качество у них просто отменное. Они, конечно, не самые легкие. Но у меня есть серьги гораздо тяжелее. Так что для меня это такая средняя артиллерия. Сейчас асимметрия вот прям такая явная. Очень-очень актуальна. Я вас уверяю, что такие серьги в Zara, например, будут стоить, ну, 15 долларов. Я их купила за 2 евро, наверное, тоже. Может, чуть меньше. Они смотрятся так стильно. Я уже собрала миллион комплиментов. Показывалась в сториз. И как раз у нас были гости. Говорили, Оля, что это такое? С самыми простыми вещами смотрятся так интересно. И недавно снимала видео. Их тоже увидите на мне. У них очень хорошее качество. Я даже не ожидала. Тоже кину вам ссылку внизу. А здесь мои покупки после последнего шоппинг-влога. Я сниму для вас видео. Но многое из того, что я нахваливала. И костюмы, и бабушкин свитер, и коралловое платье я купила. Также приехали туфли из Zara. Вот эти лодочки в красивом бежевом цвете. Они недорогие, но смотрятся очень стильно. И здесь такая удобная колодка. Несмотря на то, что здесь огромный каблук. И это такая модель, которая в Zara уже несколько лет. Вот сколько я помню, сколько я хожу в Zara, у них постоянно есть такие в разных расцветках. Они есть и в черном цвете сейчас. Я взяла себе 37-й. И вы знаете, они очень хорошо сидят. Вот еще раз номер артикула. Они действительно удачные. Если вы хотите из натуральной кожи, то у них также есть очень хорошие базовые модели. Я уже договорилась с Давидом на съемку. Она будет на следующей неделе. И разговорную часть мне нужно будет снять отдельно где-то в конце этой недели. А теперь нужно сделать расхламление, чтобы освободить место для новых вещей. И порадовать кого-то тем, что я уже не ношу. Теперь я готова разгружать свой гардероб. Вы знаете, куда поедут мои вещи. Если у вас нет никаких идей и нет никого среди знакомых, кому можно было бы таким образом помочь, то, например, в Reserved есть акция «Принеси вещи», мы их куда-то там за тебя отправим. В H&M нужно на сайте точно почитать. Можно принести использованные или ненужные вам вещи и за это получить скидку 10 или даже 15% на покупку новых. У них вообще есть целая линейка из переработанных материалов. Я думаю, что они используют эти вещи конкретно в этих целях. И причем, насколько я помню, то вещи не должны быть из H&M, а вообще, в принципе, все равно какие. И что еще у нас? Вот там, где мы живем, в Польше, раз в два месяца где-то приходят объявления и прям бросают почтовый ящик, что в конкретное время, в конкретном месте будут собирать вещи или даже иногда приезжают домой. И, например, указано для какого детдома или для какого учреждения, в каких целях собираются эти вещи, кому они будут направлены. Или моя подружка обратилась в церковь просто к священнику и спросила, знает ли он какую-то семью, кому можно было бы помочь. Вот она все вещи передает такой семье, которую посоветовал, скажем так, священник. И еще она собирает просто такие пачки с самыми нужными продуктами, посылки, которые она отправляет перед праздниками для деток, какие-то игрушки покупает и самые нужные продукты, вплоть до риса там и так далее. Иногда она даже предлагает мне присоединиться и мы с ней вместе это все организовываем где-то уже на протяжении семи лет. Иногда я просто отправляю денежку и она сама закупается. В общем, как-то так. Если у вас не было даже идей, как можно помочь, то вот вам мои. И еще вот эта семья, которой мы отдаем вещи, сестра вот этой девушки, даже можно сказать женщины, она довольно серьезно переболела и не может идти на работу, но зато она ведет свою комиссионку. Она иногда закупает что-то там в больших таких секундхендах и сама перепродает. И я знаю, что какие-то вещи, которые им не нужны или не подходят, они продают там. Так что мне кажется, что мне от этого не хуже так точно. И во всяком случае, когда я что-то покупаю, то у меня в подсознании откладывается информация, что я потом эти вещи отдам кому-то, кто-то еще поносит. И знаете, вот не только я. Все, покупаю-выбрасываю, покупаю-выбрасываю. Вот как-то так. Так, давайте начнем. В таких джинсовых коротких шортах в обтяжку я уже не хожу. Нет. Следующая на выход, это укороченная джинсовая куртка. Дело даже не в том, что она сейчас не модна. Вот этот оверсайз оказался настолько удобным в повседневной жизни и вообще в использовании в носке, что в таких вещах мне в первую очередь некомфортно. И я не думаю, что в ближайшие года-два я надену эту куртку. Нет смысла. Вот нет смысла все это складировать. Брюки с лампасами из Zara. Когда я их покупала, мне казалось, что это стильно, что мне они идут. И я их даже носила. Даже. Все вещи, которые я сейчас буду показывать, кроме одной, я действительно носила. Но у меня всегда в голове была четкая ассоциация, что они полуспортивные. И это брюки со стрелкой как-то так ни туда и ни сюда. Я думаю, что нам пора расстаться. Это я балда. Забыла вернуть рубашку из Zara. Слава богу, она недорогая. Но станет хорошим подарком для кого-то из девчонок. Значит, я ее купила. И она оказалась очень приталенной, такой узковатой. И даже у меня на груди она расходится. Но это как-то вообще не алло. Нет. Одна из девчонок поет в церковном хоре. Я думаю, что на какие-то торжественные мероприятия, возможно, на выступления, она ей точно пригодится. И по той же причине я избавляюсь от рубашки в таком же крое. То есть, все так сильно по фигуре. В голубом цвете. В такой вот мелкий принт. Едем дальше. Помните, когда-то были супермодными такие аппликации, принты. А потом их стало так много. Именно цветы. И потом были какие-то военные нашивки. Что сейчас это смотрится как из прошлого века. И платье я носила много раз. Оно из какого-то китайского сайта. Это платье Миди. Оно из хлопка. Кстати, очень стильное. Под пояс. И мне вот было его так жалко. Но я понимаю, что прошлой осенью я его не надевала. Этой весной так же. Ну, зачем? Чтоб просто висело. И чтобы было очередное платье Миди. Но оно в идеальном состоянии. Пока. Платье из той же эпохи. С вышивкой. К сожалению, не разглаженное. Но я уже не стану этим заниматься. Оно коротенькое. Очень свободное. Просто как удлиненная рубашка. Я носила его тогда, когда было очень жарко. Оно из хлопковой ткани. Симпатичное. Тоже из шиин, насколько я помню. Я только оттуда... Нет, еще из Чойс что-то заказывала. Но давно ничего у них там не приобретала. И ничего мне не присылали на обзор. И в этом году я так же его не надевала. Я думаю, что в следующем оно так и провисит. Очень жаль. И если уж совсем откровенно, я его надевала несколько раз в неделю. И так все лето. И оно просто очень сильно мне надоело. Как бы дорого оно мне не было. Я думаю, что пришло то самое время. Я бы очень хотела сказать, что эти джинсы мне кто-то подсунул. И им вовсе не 4 года. Или возможно больше. Я их купила после рождения Игнаши. А возможно раньше. И потом я в них тиснулась. Неважно. Я сейчас такую рванину не ношу. Это скини джинсы. Еще и такие потертые. С заниженной талией. Мне кажется, что у меня вся поясница наверху. И что мне холодно даже летом. Кому это надо? Не знаю. Мне нет. Мне вот интересно. Только у меня есть такие позорные штаны, джинсы, которые лежат там 4 года, 5 лет. Я все думаю, да-да, я их буду носить в следующем сезоне. Проходит еще год. Я думаю, ну пусть еще полежат. И вот таких у меня, вы знаете, еще штуки 3 как минимум. Очередные скини джинсы. Я их не люблю еще с момента покупки. Тоже не самая завышенная талия. И дело даже не в том, что они сильно меня обтягивают. Они внизу обрезанные и стягивают ногу. То есть делают ноги еще полнее. И меня это всегда так раздражало. И я всегда думаю, нет, ну с какой-то обувью они будут смотреться нормально. Не будут никогда. Потому что просто они не доставляют мне удовольствия. И зачем я иногда покупаю такие вещи, которым я себя как-то там подстраиваю? Эти вещи должны на меня работать. И в следующий раз, когда я пойду по магазинам, я всегда буду помнить об этом. Вот, пожалуйста, напоминайте мне, если я вдруг забуду и буду говорить, что, а, возможно, что-то там. Джинсы тоже пятилетней давности буквально. Они на меня немножко велики, с вот такими огромными дырами на коленях. Но опять же, это такие старожители в моем гардеробе, что им уже давным-давно пора на пенсию. Есть у меня две вот таких накидки. И каждый раз я думаю, что нет, я буду их носить. И в конечном итоге они постоянно висят. Я знаю, что моей Насте очень нравилось вот это. Это, как знаете, тренч. Причем здесь есть пояс и здесь очень приятный материал. Красивенный оттенок, лиловый. Я иногда его ношу. И, наверное, я спрошу у Насти, хочет она его или нет. Если захочет, заберет. Вещь практически как новая, она тоже в очень хорошем состоянии. А вот это классная накидка, как такой свободный жакет. Но опять же, я думаю, что кто-то будет носить его гораздо чаще. И он будет приносить кому-то такое уже удовольствие, как мне года 4 тому назад, когда я его заказывала. Вот эта накидка-жакет из Страдивариуса кажется мне слегка старомодной. Но прикол в том, что они до сих пор продаются даже в новых коллекциях Страдивариуса. Кому-то нравятся, кому-то идут. Мне кажется, что они меня укорачивают. Потому что это не моя длина. Нужно или обрезать? Догадайтесь, в трех раз. И я этого делать не буду. Потому что, ну не знаю, эта вещь уже для меня морально устарела. Еще платить за то, чтобы ее переделать и снова не носить. А так закончится. Так что, девчонки, если у вас есть такие вещи, то тоже out. Нечего. Мне так дорог этот костюм. Я покупала его навстречу с вами в Москве. Дайте вспомнить. Три года тому назад, наверное. И вот первые полтора года я из него не вылезала. Дальше начала носить все реже и реже и реже. И понимаю, что, наверное, нужно обновить свой идеальный серый костюм. А возможно, он у меня есть, только в немножко другой вариации. И вот сейчас осень. Я думаю, что девчонки также будут его любить, как когда-то я. Желтый костюм из Zara я носила, не снимая, где-то два сезона подряд. А за это лето я надела его один раз. И слава богу, что когда-то я его купила на распродаже, потому что его первоначальная стоимость была довольно кусючей. А сейчас я понимаю, что цена, за которую он мне достался, уже много раз как бы себя отработала. Так что я спокойной душой передаю костюмчик другим. А это ветеран моего гардероба, джинсовый комбинезон от бренда Вера Мода. Он не был слишком дорогим. Покупали его с мамой на распродаже на Крещатике. Там тогда был магазин. И у меня столько классных воспоминаний связано именно с этой вещью. Типа сорваться среди ночи после какой-то гулянки с трезвым водителем поехать в Одессу искупаться. Это было нормально. То есть я любила гульнуть, но с головой. То есть мы поехали, искупались и вернулись. Но вот такие приключения тоже есть у меня на счету. И мы так делали не один раз. Это на минуточку больше 500 километров или около 500. Но это не 50 в любом случае. Там плюс-минус. И я обожаю этот комбинезон. Он до сих пор нормально выглядит. Если бы я его надела, а он мне подходит по размеру, то все было бы окей. Но я думаю, что 8 лет это уже конкретный срок. И в этом году я ни разу его не надела. Поэтому тоже складываю его. Но было и такое у меня. Рубашка из Зары. Опять же не ношу ее. С вышивкой. Хотя раньше любила ее. Здесь раскушенный рукав и супер приятный материал. Может помните такой сарафан из льна? Или это? Я не помню, что это. Какой-то натуральный материал. Так вот, в таком сарафане в прошлом году ходило так много блогеров. И он был, ну, мега удачным. Это просто лучшая покупка прошлого лета. Но здесь вот под мышками и на этих лямках белый цвет превратился в желтый. Я его носила просто до посинения, наверное. И стирала так много раз, что вот сама ткань, видно такая, знаете, убитая жизнью. И это тоже та вещь, которую я носила несколько раз в неделю. Очень комфортные. Вообще, манго молодцы. Они создают супер классные, качественные вещи. Но этой досталось от меня по полной. И я думаю, что ни одна даже люксовая вещь не перенесла бы стольких носок, как вот этот сарафан. Так что спасибо, отслужил свое. И увижу такой же, куплю еще один. Я сначала думала, это топ. Нет, я вспомнила, что это кожаная юбка. Я ее так любила. Сейчас я бы даже постеснялась. Такой выйти, если честно. Я ее покупала в H&M тоже, как только приехала сюда. И жила здесь, наверное, год. И я бы в таком сейчас не вышла. У меня есть другая кожаная юбка. Более скромная, хотя мини. Не знаю. Как-то вот сейчас, мне кажется, что это выглядит так пошло. Во всяком случае, на мне. То есть, она слишком короткая, слишком в обтяжку. Все слишком. Ну, носила. Тома, конечно, расстроится, когда узнает, что я отдала вот это джинсовое платье. Мини, как можете видеть. Оно сидит классно. Ну как? Кто-то говорит, что слишком в облипку, что оно меня полнит. Для меня было окей. Но в мини мне некомфортно. Особенно, когда у тебя дети. Особенно, когда это осень. И, блин, ты наклоняешься, у тебя все, так знаете, сразу видно. А это плотная ткань. Летом не поносишь с голыми ногами. То есть, ну вот как-то не знаю я, блин. Зачем я это купила? Хороший вопрос. Но сейчас нет. Еще несколько жемчужин из прошлого. Это рубашка Бенетон. Я ничего против нее не имею. Но у меня есть другая, более свободная, которая мне сейчас нравится больше. И еще одна накидка. Как видите, лет 5 тому назад, 3-4. Я очень любила подобного плана вещи. Сейчас как-то вот я себя в них не вижу. Но тоже в хорошем состоянии. Одна из самых старых вещей в моем гардеробе. Это обожаемые. Когда-то мною джинсы. Я помню, что я купила их уже здесь. Но, чтобы не соврать, наверное, 10 лет назад. Как так случилось, что они все еще у меня. Может, я храню их для того, чтобы поностальгировать. Они здесь с дырками такими. Скинни, замочки. И они из Традивариуса. Вы знаете, я сейчас надену их и посмотрю, помещусь ли я в них. Мне кажется, что я до сих пор такая же по размерам. Если нет, то с завтрашнего дня я худею. Это, конечно, прикол. Я влезла, и джинсы сидят точно так же, как раньше. Это не может не радовать. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. И вы вдохновились на то, чтобы пересмотреть свой гардероб, чтобы разобрать какие-то вещи или просто навести порядок дома. Мне еще предстоит то же самое сделать с детскими вещами и отвезти это все к Ассе или ее бабушке. Все. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok